Добрый вечер, шановные господарства, с вами Ярослав Стешик. Распочинаем объектив, огляд головных новинов Беларуси. И вот, что принесла нам эта суббота. Новый референдум на старый лад. Если голос будет лечить Ярбошина, то выники уже известные. Какую реформу Конституции рыхтует уладная вертикаль? Функционеры попросить Лукашенко сыстей. Одиную беларускамовную школу под Каменцом зачиняют. Два года завтра наша ученица Калядюк Мария, она займае первое место по русской мове. Минавита ученица беларускамовной школы. Беларуская центральная выборчая комиссия выполняет загады еще худшей, чем лечить голосы. Не поспел Александр Лукашенко огучить планы сполучить конституционный референдум с выборами депутатов, как Лидия Ярмошина это официально подтвердила. Когда проведут референдум, иного, что он потребный, высветляла Надея Бельская. Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, у нас там местные выборы, да? Возможно. Я думаю, это будет нормально, это будет экономия определенных средств. Павод для календара выборов и референдума обирать депутатов у Мясцовой Советы будут не позднее за 18-го студене на лета. Референдум, хоть и за все, будет в середине снежнее, поведомила выданню «Спутник» старшиня выборчая комиссии Лидия Ярмошина. Провести референдум одночасово с выборами, это так можно отшадить айчинный бюджет. Мовлял, на выборы гроши откладины, а референдум, павод для керавницы ЦВК, это за все деспонтанно. Календарь в этой новой конституции будет, скажем, поменьшенный полномодство президента, и там не будет узгадки про все белорусский народный сход, так 3000 разважающих, ну, можно и голосовать за такую конституцию. Ну, але это такие абсолютно абстрактные думки, пакуль мы не ведаем уголе, что будет за конституция. Это зразумело, что эту конституцию Лукашенко будет писать под себе. Пылная измену конституции пропоновала ше Светлана Тихановская, які настойливые пропоновы выставять белорусам улады, пакуль не ведома. Але пасля летошнега жнивинскага электоральнага досвяду, энтузиазму опытанных нами Минаков не ашмат. Я думаю, что он пройдет точно так же, как прошли выборы. И последствия будут точно такие же. То есть год ждет очень плохой. С минулого опыту этот референдум не мае ніякого сенсу, бо калі голосы будзе лечить ярмошана, то выники уже вядомые. Он пройдет так, как захочет власть. Ну, то есть будут результаты так же фальсифицированы. Галунная ж мыта уладау и Лукашенке у приватнасті кончаткова замацаваць свои позиции. Не дазволіць протестам адновіцца, каб ничто не замінала доуга абяцанаму референдуму. Лукашэнка развічывая, што цягам гэтага году ён так заспакояць громадства, ён так утрамбуе ўсю палітычную простору, ён так закатая ўсіх ў асфальт, што каб можна было не турбавацца на кон таго, што эта электоральная кампания пройдя спакойна. Бо электоральная кампания павінна адбывацца ў пэлных межах. Агітацію сустрэчы с кандыдатамі і мітынги законодавства дазволяя. Тому гэта электоральная кампания павінна быць нетрадыцыйна і лішыць Валерай Карбалевич, што само сабою павялішва імавернацць новыя хвалі протэстал. Надзебельскай, Белсад. Боль за тысячу беларускіх чиновнікаў готовые падпісаць адкрыты лист с патрабаванням адставкі Александра Лукашэнкі. Прагэта павідамі ў старшыня Народнага антыкризіснага ўправлэння былы дыпламат і міністр Павіл Латушка. Столькі незадаволіных функціонэров назбіралася ўсяго за 10 дзён. Хто ины? Незусім адданыя Лукашэнку. Юля Цельпук распавідзе падрабязні. Я не хочу прэувеличываць тут ваше значэння. Усё шчыльній Лукашэнка гуртуе вакол сябе прыхільнікаў. Яшчэ больш разлічваюць надапамогу вертыкалі прыхільнікі піраменав. У Народным антыкризісным кіраванні твердзять, што на гэты момент 1090 чиновнікаў гатовыя падпісаць адкрыты лист аб адставцы Лукашэнкі. Большая частка зіхат дзеючыя чиновнікі і практична всі подпісы, які мы отримали под этим листом, праходзіць процэдуру веріфікацій. Цягам часу эта інформація будзе пашарацца. Інтерэс да ўдзелу такоў ініціативі збок ўдзел зрастаць. Як прикладна гэты тэхнічна выглядае? Гэта спасылка на чат-бот ініціативы чэсныя людзі, з якой Народное антыкризисное кіраванні ініціавала гэты праект. Ідзе контакт па надзельным каналам Суэззі. Владимир Астапенка публична выказаў падтрымку протестаўццаў, узвольніўся з пасады амбасадара Беларусіў в Аргентыне і закликаў дзержаўных служачаў. Появіть порядочнасть, которая, как известно, не предполагаўт героизма, но предполагаўт неучастие в подлості. Збольшага ў першы месяц пасля выбара ўсыпаліся звольнені з админістрація Лукашэнкі генпрокуратуры дзержа генцеў. У ватстаўку пайшоў кераўнік Лукашэнкаўскага пула Дзмитрі Семчанка, шырах чальцоў Міністырства замежных справаў. У МЗС працаваў і Валері Каваліўскі, звольніўся пасля выбараў 2006 году, ця пір ён працтавляў Светлану Тихановску ў межнародных справах і ўжо звертаўся до чиновенства. Я понимаю, що демонстративна ўставка може сопровождаться преследованием, травлей, арестами і даже уголовными делами. Для кого-то уход означает і огромные выплаты по контрактам. Но давайте будем честны, как раньше, уже не будет. У пропонованной беларусам Светлану Тихановской стратегией перамоги ключовая роля за чальцами второй системы. Ёе кабинет разом с Координаційной радой, Народным антикризисным кераванням і офісам екс-кандыдата Валера Цапкалы запускаюць праграмы деля разбурыння режиму знутры. Есэ мы все включымся в работу, к концу весны ў нас будзят сильная позиция для диалога. І тогда в мае мы начнем переговоры с представителями старой системы. І мы обязательно победім. Лукашэнка падчас усе беларускаго сходу супакойваў делігатаў. Есэ сложыцца так, што к власти придут не те, і ў них будзут друге взгляды. Вторым пунктом мы запишем, што ни адзін волас із вас, із сторонніков нынешнього президента, ўпасть не може. Адноці зможа Лукашэнка выканаць гэтэй абяцанні, калі да ўлады прыдзе апазіція. Усі прынятые ім пасля 9-га жню нярашэнні, як і будучая папраўкі ў Констытуцію, будзуть прызнаныя несапраудными. Юлія Цельпук, Белсад. Беларускай завоевала бронзову медаль ў спрынтерской гонцы ў биатлоне на чемпіонате ў словецкай паклюцы. Ганна Сола не зрабіла ниводнага промаху, але саступіла спартовкам з Норвегії і Франції. Але сёня ж выявілася, што Беларусь можа стратіць права провести этап Кубка Свету ў биатлоне ў наступным годзе. Сусветные спаморніство міўся прыняць спартовы комплекс Раубічы ў пачатку сакавіка 22-го года. Про змену статусу этапу на невызначаны паведаміла пресс-служба Міжнароднага звязу биатланістав. Ці пройдзі ў наць этап чемпіонату выявіцца толькі ў вересні, і гэта будзе залежыць ад сітуацію ў Беларусі і ее перспіктывав, зайвіў пасля паседжання выканавчы комітэт арганізаціі. Ранее Менск пазбавіли права провести сё літні хакейны чемпіонат свету з прычыны небезпекі ваўмовах палітычнага крызісу, ды сумневаў Міжнароднай Федераціі хакею ў правдзіваці афіційныя статыстыкі прахворых на коронавірус. Паўплывалі на сітуацію і рэпрэсіі з боку беларускіх спартовых чыновнікаў адносна атлетав, які выступілі супраць міліцейскага гвалту. З пачатку года беларусов прыщапляюць вакцыною спутнік – росейскым сродкам супраць коронавіруса. Пакуль толькі медыкаў. У Саковіку прыўдзе шарга педагогав, працавніков гандлю і соціальніх службав. А ў Красавіку Міністерство аховы здоров'я адыцая прыщапіць ўсіх ахвочых вакцынай айчынная вытворчасті. Хрэстіна Чарнявская. У Беларусі завершаецца першы этап вакцынаціў ад коронавіруса. Найперш прыщапкі атрымалі ты, хто на перадавове дзе боротьбу с ковід-дзевятнадцать. Медычныі работнікі і доктары. Згодна з офіційными зв'естками, папередня на вакцынацію у століце записаласі божзе за 2200 медычных работнікав. Яшчэ на дві сотні божз у Менскай в області. Сьодні прайшлі вакцынацію медыкі Віцібска, Гомільска, Гарадзенскай області і Менску. Ушэргу тых, хто мусіць атрымаць прыщапку наступным, працавнікі адукаційных установы, ўгандлю і соціальніх службок, працайкіх зв'язаная з камунікаваннім з людьмі. Масавае вакцынацію в Беларусі мае распачацца пры канцы сакавіка. Правда, живызапі спакули житявляють не усе районы медичной установы. На сайтах шероху медичных установов проводять опитання про намер зробити прищепки. Это ещё неосознанно и как бы неиспытано ни на ком. Смысл. Ну, не хочеться пока. Посмотрим, кто проведётся, посмотрим на них, с вами станет потом. Возможно. Я как-то не люблю, ну, не верю в это, понимаете? Мне кажется, что не поможет. Поэтому надо как-то чисточок, лучок, вот я за это. Я уже подписался. Уже жену записал там, и себя. Хоть дозволенные двокрыстанник или десятка вакцин усупрыть COVID-19 и аж чем-то двесотник у распроцовуванні, беларусам пакуль будзе доступная российская вакцина «Спутник Ви». Як і остатні, в умовах пандемії, гэта вакцина пройшла фазы доследовання ускороченные терміны. Если говорить о разработке новых вакцин, то вот один год для вакцины это вот тот минимум-миниморум, то есть самое допустимо возможное количество времени, которое нужно для того, чтобы прошли все фазы испытания вакцин. На самом деле, в лучшем случае, это бывает 2, 3, 5 лет. Мы запытали Минакову на улицах Менску, якой вакцине яны довирають больше. А российская? Больше хороших отзывов от ней. Честно говоря, не знаю. По-моему, одно и то же все будет. Потому как говорят, то больше российской почему-то доверяю. Не все иностранное хорошее. У России масштабное вакцинование распочали еще летось на початку Снежня. Наша и московская коллега Мария Макарова постановила прищапиться доброохотно, де ухваляя, яким чином организованы гэты процесс. После первой дозы вакцины у меня были сильные побочные явления. У меня был очень сильный озноб через 6 часов после вакцинации. И температура подскочила до 39,1, затем снизилась до 38,6. Держалась, в общем-то, целые сутки. Причем в течение первых суток не получалось ее сбить. На вторые получилось, я вернулась к работе. Промахчимые реакции попередживают заходи. Яки про обмежевание, при яких вакциновании немахчимы. Инфекционные захворывания, обвострения хроничных, тяжарности кормления грудьми узрос до 18 годов. Было обмежевание и для сталых людей. Але Министерство Аховы Здоровья ухвалило вакцины «Спутник ВИД» для особо, у якій мають 60 и больше годов. Любые вакцины, любые, это касается вакцин против гриппа, против коронавируса, они у людей 65+, приводят к выработке меньших уровней антител, и уменьшего количества людей в силу возрастной специфики иммунной системы в этом возрасте. Не берутся казать обмысловцы на конт протяглости обороны от коронавируса после прищепки. Это связано с отсутствием долготерминовых грунтовных доследований. Христина Чернявская, Белсад. Одинная белорусскомовная школа в Каменецком районе и снова под погрозой закрытия. У Снежний директор Амелянецкой середней школы попереде у педагогов, что у новом навучальном годе установу зачинять. Наставники створили петицию с упрость этого, собрали полтысячи подписов у поддержку школы и вот нарешті отримали отказ з Министерства Адукации. У Амелянец з'ездила Алена Дубовик. ГТ школа одинная белорусскомовная середняя школа в Каменецком районе. Основными причинами ее закрытия называют пожарную небезпечность дравляного будинку, прибиральню на улице, отсутность гаражей воды и спортзалы. Пытание, чему десятки годов школы ніяк не модернизовалася и не ремонтовалася. Потому что директор пенсионера зачем ему пенсионеру проблемное с руководством? Ему не надо. Чему это так? Ну, то потребно запитаться, мабуть, у керевництва районного. Цему адным можно много, а іншим амаль нічого. Теперь у школы 48 вученив и 16 педагогов. После закрытия детей плануют вести за 19 км. У школу у Агргородок Пограничная. При этом там так само малокомплектная школа, у якой працуют 17 наставников. Але некальки годов тому будинок Миновита гэтой школы целиком модернизовали. Чему таки объем финансования отримала аккурат Пограничная школа, а у Мелянецкой наводсанвузел застався на улице отримать отказ не удалося. Некоторые батьки, с якими мы поговорили, были бы готовы добро упорядковать школу самостойно. Я считаю, что школу как бы надо, но не в таком виде. Уже там все устарело. Ни окна, ничего там не открывается, не проветривается. Летость, после звороту Жехароу у администрацию президента, у школу приехал тагочасный инспектор Поберастейской в области Анатоль Маркевич. Школа по своей материальной базе находится здесь в середине. Есть певные питания по санитарным станам. Можно было на их ранее звернуть увагу. Не думаю, что они станут приоритетными при решении оптимизации. Распробу расформовать миллионетскую школу в громадскости стала вядома летость, петиции, которую разместил онлайн наставник Павел Кендысь. Павел каже, что закрытие школы приведет до вымирания везки. При этом школа белорусская мовная. И это немаловажно. Что есть гарантом суверенитету целой страны? Мова есть гарантом таким? Бо мова это основа самосвядомости. У нашей школе чудовно выкладается и русская, и белорусская мова. И подтверждением того з'является, что два года запар наша ученица Калядюк Мария займае первое место по русской мове минавита ученица белорусской мовной школы. Тем часом петиция за захование школы собрала больше за 600 подписов. Але у отказ на ЕЕ Министерство Адукации поведомило, что одиная особа дотышная до школы с тех, кто поставил подпись сам Павел Кендысь. Ни якой конкретной информации про далейшее функционование школы о отказе не дается. Мы думаем, что можно было бы знайти неких спонсоров, например. С допомогой спонсорских сродков можно было бы провести ремонт в школе. Так само, думаю, что и батьки не стояли в боку. И навод не только батьки, а вовле все такие громадяни нашей краины, яким не все одно. В 1994-1995 научном годе у беларускомолные классы поступили 76% в учнях. Русификаторская политика Лукашенки дала свой плен. И до 2016 научного года колькась беларускомолных школьников знизилась о малю шесть разов. Сегодня в Менску только 2% школы называются беларускомолными, а в областных городах целком беларускомолных школы нет в уголе. Алена Дубовик, Белсат. Больше информации на нашей сторонце и у телеграм-канале Белсату. На суперок усим репрессиям и пераследу журналистов мы працуем для вас. И завтра распашнем традиционный не отдельный эфир о 13-й године. А празмомант глядите сатирично-политичную программу «Вечаровый шпиль», где вы побачите, як отграбают министры Лукашенки и тие сирот ягонных прихильников потаемные опозиционеры. Заставайтесь с Белсатом.